Слово было у Бога, и снова жил у Бога. И это слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился вокруг, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан на родах, принят верою в мире, вознося во славе. Рожден от непорочной Девы, рожден в Вифлееме Иудейском. Он родился в то время, когда Скипетр еще не отошел от Иуды, в конце седмиц, предсказанной Даниилом, когда храм еще не был разрушен. Он потомок Авраама, колена Иудина, семейства Давидова, узнал по делам милосердия, благодати и необыкновенного могущества, презрен и отвергнут людьми, принял мученическую смерть. Он стал между Богом и людьми, чтобы примирить обе стороны, разъединенные грехом, и вернуть человеку утерянное им состояние святости и мирного единства с Богом. А делу Духа Святого обновляет испорченную природу человека, возрождает грешника, восстанавливая в нем образ Божий, обеспечивая человеку освящение. Ибо так говорит Господь, вразумитесь, служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы Вам не погибнуть в пути Вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Ибо так говорит Господь, не вступай на стези нечестивых и не ходи по пути злых, оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо. Отверни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя, и будешь благословен. Ибо так говорит Господь, благословен тот, кто не поступает и не живет по совету нечестивых людей, не разделяет их взглядов, планов и намерений, не одобряет их поведения и сам не поступает так, как поступают грешники, не проводит время с теми, кто смеется, презирая и осуждая других. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своем, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. И кто надеется на Господа, тот блажен. И потому Господь медлит, чтобы помиловать нас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над нами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него. Так когда же утрачена любовь Божья? В день грехопадения. А где ее можно найти? Теперь ее можно найти только в Иисусе Христе. И есть небеса, которых нужно достигнуть только через Иисуса Христа. И ад, как его уныпнуть, только в Иисусе Христе. Когда заглушается Слово Божье, и оно бывает без плода, заботой века этого и обольщением. Какой хлеб дает жизнь миру? Хлеб Божий, который сходит с небес и дает жизнь миру. Какой признак новой жизни? Когда возрастаем в благодати. А на чем основана благодать? А благодать основана на смерти и воскресении Иисуса Христа. В чем заключается подлинная свобода? И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Какой признак новой жизни? Когда возрастаем в благодати. Так почему же Христос наша надежда? Твердое основание. И потому возрадуемся и возвеселимся. Воздадим Ему слава. Слава Иисусу Христу. Резво. Резво Велике Свято. Радій же истині Господній. Бо в тілі людскому Син Божий прийшов на землю нам сьогодні. Він залишив причисто небо Отцям та ангелів і славу. Зійшов сюди до нас на землю, щоб моку тут прийняти криваво. В цей день Резва хотіла б, друже, тебе я щиро прилітати. Чи віриш ти, що сам Син Божий прийшов на землю кров проляти? Чи віриш те ти щиро і сильно, що народився він для того, щоб з грішного ти добровільно міг повернутися до святого? Чи знаєш ти, що кров причиста, що з ран Христових випливала, також і нині має силу гріхи змивати, як змивала? Чи знаєш ти, що гріх, неправду, один Христос перемагає, що тільки той є переможцем, хто Господа у серці має? Чи ти надієшся, що в небі ти будеш перед ним стояти і разом з усіма святими нові пісні його співати? І якщо в це все ти віриш, друже, то це Різдво, цей день важливий, ти святкуватимеш як свято, правдиве, радісне, щасливе. З Різдво, Христос. Дякую за перегляд!